ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно хорошо. Не спеша, но уверенно, шаг за шагом, пока с тростью. Спустя всего три месяца после операции. В сентябре Ирина Суворова прогуливалась с мужем на даче и упала. Результат – перелом бедренной кости. Казалось бы, рядовой случай, если бы не протеста забедренного сустава, установленной женщине ранее. Очень переживала. Думала, даже сначала в Москву уехать. Потом все-таки решила, что правильно нужно сделать здесь. Игорь Ситасович меня очень убедил в том, что все будет хорошо. Игорь Метилюк из тех, кто держит слово. 12 сентября Ирина Суворова поступила в отделение. Четыре дня на подготовку. На 16 число назначили операцию. Перелом сложный, с большой протяженностью. Ножка протеза нестабильна. В распоряжении зарубежных врачей имеются специальные импланты для остеосинтеза перепротезных переломов. На отечественном рынке они не представлены. Звенегородские травматологи нашли выход из ситуации. Берем эту правую пластину, берем левое бедро, разворачиваем. Потому что бедро имеет определенный изгиб с агитальной плоскости. Левую на левую не положишь. Вот левая пластина, она не ляжет на левую бедро. Она будет в другую сторону отклоняться. Вот оси с агитальной плоскости. А вот правая на левую, она ложится. Но и здесь возникли нюансы. Просветов между пластиной и костью быть не должно. Легкое движение руки травматолога. И можно приступать к операции. Травматолог должен не только быть умным, но еще сильным, чтобы руками с помощью гнутиков, так называемых ключей для изгибания пластин, предмоделировал по кости пациенту эту пластину. 11 дней в больнице, 2,5 месяца дома. И вот Ирина Суворова снова в отделении травматологии. Хотя ее здесь ожидали увидеть только ближе к лету. Здесь мы видим, что все срослось. Все срослось, никаких просветлений темных нет. А вот самое интересное, вот здесь покажите. Вот видите, оно срослось. И вы здесь видите, что протез стоит. Винты стоят мимо ножки протеза. В чем техническая сложность, что их поставить мимо надо. Ножки протеза и еще через вот эти отверстия пластины. К образу жизни до перелома Ирина пока еще не вернулась. Ее задача на ближайшее время – научиться ходить без трости. Впрочем, пациентка не сомневается. Благодаря профессионализму звенегородских врачей и эта цель скоро будет достигнута. Здесь чисто, уютно, персонал хороший, отзывчивые все. Особое слово благодарности – это врачам. Игорь Святославович, вообще, я не знаю, это бог в своем деле. Врачи говорят, скорее всего, Новый год Ирина встретит уже без трости. Восстановить навыки ходьбы ей поможет реабилитация. На нее женщина отправится сразу после выписки из Венегородской больницы. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». «Одинцова».